Частичное вязание, ну это основная тема и, как всегда, у нас вопрос пойдет так да не так. То есть мы не то, что с подковыркой все время отвечаем на вопросы, а мы выворачиваем вопрос так, как его никто не показывает. То есть не напрямую, вот частичное вязание, это там выточки, плечевые швы, это скругление, это все да, сейчас тоже об этом скажу, но есть вариант это частичное вязание заменить. Причем заменить очень интересными способами так, чтобы и тот, кто заказывает вам изделие, либо тот, кто оценивает ваши изделия, связанные вами, и не понял, частично это или какое-то другое вязание. То есть чем больше вы знаете, тем больше возможностей перед вами, как перед мастерами открывается, и тем больше вы можете удивить тех, кому вы вяжете. И самое интересное для нас, как рукодельниц, вот особенно тех, кто хочет монетизировать свое умение, ошарашить вашего клиента, удивить его, неожиданно подать, не убиваясь на каких-то операциях, которые можно не делать. Вот частичное вязание это здорово, и в некоторых местах оно реально незаменимо, но в некоторых его вполне можно заменить какими-то другими вещами. То есть мы сторонники таких изделий, которые уникальные, эксклюзивные, индивидуальные, которые можно продать, потому что аналогии нет. То есть вот такие изделия, они штучные, и знаете, дорого продаются штучные, потому что он для всех. То есть если вы хотите кому-то дорого что-то продать, ищите своего клиента. То, что для всех, оно стоит очень дешево, и вы убьетесь на вязание. Мы на одном из прошлых и первых говорили как раз по поводу того, как брать, чем брать, качеством, либо количеством. Поэтому на количестве проще умереть, чем заниматься такими вещами, надо брать качеством, ценой. Поэтому вяжите те вещи, которые не предлагают ваши конкуренты. И два бактуса показываю для представления о том, что это будет. Я показывала, показываю еще раз, теперь уже живем бактусы. На самом деле, нас периодически, ну не могу сказать, что попрекают, а претензии предъявляют в цветности. Мы очень любим цветные вещи, но не забываем, что у нас школа. А школа – это наглядность. Как можно наглядно связать все одним цветом, и вообще зачем тогда какие-то приемы применять. Так вот, бактус, называется карусель. Вот он. Кому-то клеил, кому-то хорошо. Он имеет четко выраженную форму, он отлично сидит на шее, за счет такого своего изгиба не создает мешок. И вот такой вот он цветной, цветной яркий. На самом деле яркой цветной вязали мы. Вы вяжете в тех цветах, которые вам приятны, понятны, и, как вы думаете, будут востребованы вашими клиентами. Но клиент – это не только тот, кто покупает, клиент – это тот, для кого вы вяжете. Это бактус. Сейчас как раз по поводу частичного вязания этот бактус нам еще пригодится. И второй бактус, показываю в качестве демонстрации того, что мы вяжем какие изделия, – это математический ребус. Если на него посмотреть, можно увидеть, что он весь заломанный, ни один угол не выходит за рамки. Вот таким вот образом он у нас идет. Он прямой, у него нет кривой формы изогнутой, но была поставлена задача, мы по полукругу загнули зигзаги. Так вот, это математическая формула, которая заставила мозгами поскрепить, подумать и создать вот эти вот изгибы. Очень интересно. Вот, знаете, достаточно забавно, когда мы со Светланой придумывали, о чем говорить, тема частичного вязания – давай, давай. Много что есть сказать, а какие же вещи показать. То есть я считаю, что когда говоришь о чем-то, нужно продемонстрировать хотя бы, как это выглядит. И чего же нам показать, и показать-то нечего, где же мы возьмем это частичное вязание, а потом как стали смотреть, что у нас провязано, и мы поняли, что проще показать, где у нас не применяется частичное вязание. То есть очень много, очень много. Вот оно как-то так проходит совершенно незаметно, потому что это одна из основных техник вязания, не только на машине. Частичное вязание, так называется, на машине, укороченные ряды чаще на спицах, но все равно это просто неполностью провязанный ряд. Выточки, поворот вязания, да. Частичное, оно может быть плоским, оно может быть объемным, оно может быть цветным, оно может быть узорным. То есть это изменение количества рядов для какой-либо необходимости. Выточка – увеличение количества полотна в нужном месте, цветное вязание, перекос узора, то есть где-то мы вяжем больше частично, зато в следующем мы вяжем меньше, тоже частично. Может быть графичное, то есть совершенно геометрия, абсолютно, вот абсолютная геометрия. Это четвертый урок, первый курс начала вязания, водный блок. Абсолютная геометрия, то есть когда мы провязали частично одно, провязали частично другое, это не жаккард, это вот частичка, можно посмотреть с обратной стороны, это абсолютно частичное вязание многогранное, многолика. И самое интересное, что оно практически во всех случаях оправдано. Для чего оно? Для того, чтобы не рвать нить, для того, чтобы не делать протяжек, для того, чтобы делать плавные скругления какие-то. Это все частичное вязание. Но бывают такие моменты, когда оно достаточно сложно. Это не относится к простым изделиям, это не относится к самым простым, это относится уже к каким-то более сложным элементам. Вот, например, берем тот же бактус. Вот этот бактус можно было связать с частичным вязанием. Можно. Начинаем с одной стороны, частично вывязали, вывязали, осталось, ставили петли, поехали с другой стороны. Но нюанс частичного вязания в том, что ему все равно придется делать либо убавки, либо прибавки, поскольку видите, что у нас бактус не одинаков по толщине, он не прямой. И в том, что при вот таких неравномерных перекосах у нас, опять возвращаясь к математике, катет неравен гипотенузе, если здесь это гипотенуза, то в следующем треугольнике он может быть катетом. То есть вот этот перекос дает нам несовпадение количества петель. Поэтому можно было вязать, можно было, но проще закрыть и начать вязание с набора, не с набора, а с надевания протяжек от закрытия на следующее нужное количество игл. Проще. Что касается молнии. Можно ли было вот эту молнию связать частичкой? Можно. Но это как раз из области, что проще связать или умереть, потому что вот такие вот неоправданно тяжелые расчеты и выполнение вот таких операций, но этот бактус не стоит таких усилий. То есть есть возможность разрезать и аккуратненько шить. Но чтобы шить аккуратно вот такой вот бактус, нужно уметь шивать. Поэтому одна техника тянет за собой совершенствование в другой. Это настолько интересно, и нет предела этому совершенства. То есть не надо думать, что если вы знаете, как вязать частичное вязание, вы сможете связать все. Сможете. Вопрос качества. Вопрос качества.